Христос воскрес! Христос воскрес! Мы будем начинать наше служение и, как всегда, в начале самом мы обратимся к Господу в молитве, попросим Его благословения. Совершим молитву. Боже Великий, мы предстали пред Твоим святым лицом, и мы приходим к Тебе с благодарностью, что обновилась милость Твоя над землей. Ты подарил новый день в нашей жизни, и Ты продлил нашу жизнь. Господи, слава Тебе! Слава Тебе, что это замечательный воскресный день, и дети Твои, народ Твой по лицу всей земли собираются вместе для того, чтобы послушать Твое Слово, для того, чтобы получить назидание для душ бессмертных, для того, чтобы помолиться к Тебе и пообщаться друг с другом. Господь, мы Тебя благодарим за эту прекрасную возможность, которую Ты даешь в нашей жизни. И вот мы, уповая на Твое обетование, молим и просим, чтобы Ты сам Духом Святым посетил это служение. Господи, Ты видишь все, что приготовлено. Ты видишь то, что готовили хористы, пение, сольные, групповые, стихотворения. Господь, мы очень просим, благослови всякое участие и помоги, чтобы эти участия были в силе Твоего Святого Духа. Я от сердца молю и прошу Тебя, чтобы Ты благословил Слово проповедей, когда они будут звучать, чтобы это Слово было сказано так же не в человеческой мудрости, но в явлении силы Духа Твоего Святого. Господи, я хочу попросить Тебя за тех, кто слушает и смотрит это служение через интернет, благослови и таковых, чтобы для них тоже это собрание принесло пользу. Господи, я хочу особенно тоже молить Тебя за тех, кто вместе с нами здесь, но еще не знает Тебя. Ты помоги, чтобы таковые люди поторопились, ибо мы по всему видим, что время последнее, и скоро Ты придешь для того, чтобы забрать Твою Церковь с этой земли. Господи, молитва моя к Тебе во имя Иисуса Христа. Услышь просьбы наши и ответь на них, великий наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Будем петь все вместе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Диана 21, которая записана Диана 21 глава Мы будем читать сначала 14 стихов У кого есть Библия, открывайте и следите После того опять явился Иисус ученикам своим при море Тивериатском явился же так Были вместе Симон, Петр и Фома называемый близнец и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Завидеевы, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им, иду ловить рыбу, говорят ему, идем и мы с тобою. Пошли, и тот час вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им, дети, есть ли у вас какая пища? Они отвечали ему, нет. Он же сказал им, закиньте сеть по правую сторону лодку и поймайте. Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, это Господь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждой, ибо он был наг и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодки, ибо недалеко были от земли. Локтей около двухсот, таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им, принесите рыбу, которую вы поймали теперь. Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было сто пятьдесят три, и при таком множестве не прорвались сеть. Иисус говорит им, придите, обедайте. Из учеников же никто не смел спросить его, кто ты, зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых. Прошло около, чуть больше недели, когда воскрес Иисус Христос. Это событие и мы отмечали в прошлое воскресение. И вот третий раз является Иисус Христос ученикам Своим. Знаете, когда первый и второй раз являлся Иисус, первые вообще ученики были в большом страхе от иудеев, от того, что последователи Иисуса Христа могут также взять. И когда второй раз явился, Христос их ободрял. Он их наставлял, как им поступать. Но Фома, который не присутствовал первый раз при встрече с Иисусом, он говорит, пока не вложу персты, в раны его не поверю. И вот после того, когда уже Фома поверил, говоря, Господь мой и Бог мой. И вот смотрите, третий раз является Иисус Христос воскресший ученикам. И у них все равно сомнения в сердце. И все равно они до конца не верят и сомневаются. Кажется, два раза видели и остается сомнение. И Слово Божие нам говорит, блаженны не видевшие, но уверовавшие. И мы видим здесь Петр говорит, иду ловить рыбу. Ловить рыбу – это очень хорошее занятие и интересное. Я знаю, что многие братья в нашей церкви, они любители рыбалки, любители ловить рыбу. Особенно тогда, когда есть результат, когда рыба идет. И вы знаете, один пастор, он как-то слышал молитву одного рыбака, который собирался на рыбалку. И она примерно звучала так. Господи, Господи, помоги мне сегодня поймать такую рыбу, чтобы потом я никого не обманул. И действительно, исход и результат зависит не от человека, который там находится. Я бы хотел, чтобы мы молились друг за друга, чтобы результат в нашей церкви, он был очевиден. Чтобы мы молились за все отделы в нашей церкви, которые работают, чтобы было много результата. А результат по молитве дает только Бог. Когда Петр сказал, иду ловить рыбу, я не думаю, что он вернулся к прежнему образу жизни. Многие считают, что он вернулся и продолжал то, что когда-то он делал. Когда Христос, призывая его на служение, говорил, отныне вы будете ловить человеков. Нет, я думаю, что Петр находился в таком состоянии после всего произошедшего. Тогда, когда он отрекся от Иисуса Христа вот в такие сложные минуты его жизни, он просто хотел чем-то отвлечься. Чтобы, вы знаете, когда нас постигает какое-то переживание, мы тоже стараемся чем-то заняться, чтобы уйти от этих мыслей, от этих переживаний, чем-то заняться. Я думаю, Петр, он делал это, пошел ловить рыбу. И плюс к тому, наверное, это было его средство к существованию, чтобы прокормить себя и семью свою. И ученики также последовали его примеру. И вот смотрите, когда они после вот этой ночи обессиленные приплывали к берегу, они были разочарованы. Потому что делали это без Иисуса Христа. И не было благословения. И мы поем один гимн. Без его благословения в мир напрасно сеть бросать. Потому что, когда Господь благословляет, человек имеет успех в жизни. И Христос говорит, видя их дети, есть ли у вас какая пища? Знаете, эти слова можно по-разному расценивать. Но людям, мужчинам, которые за 30, называя их дети, может лишь только тот, который имеет большую власть или авторитет. И мы видим, что ученики, они не прикословили его словам. Они вначале даже не узнали, но они поняли, что это человек особый. И они беспрепятственно начали выполнять то, что просил Иисус. Он говорит, закиньте по правую сторону лодки. И они знали, что вблизи берега. Тогда, когда они всю ночь уже все эти места изучили, там не было ничего. Но они не прикословят Иисусу, они закидывают и делают то, что повелевает им Иисус. И мы видим, что совершается большое чудо. Это единственное чудо, которое совершил еще Иисус Христос после воскресения из мертвых. И мы видим, какое благословение было, когда они послушали голос Иисуса Христа. Сегодня будущее наше, особенно молодежи, зависит от того, чей голос мы слушаем в нашей жизни. Чей голос мы слушаем в нашей жизни, от этого будет зависеть не только благословение, но и успех и результат в нашей жизни. Посмотрите, когда Адам с Евой послушались голоса змея, они пожинали горькие плоды. Они отвергли голос Бога. И часто Господь нам говорит, через многие ситуации в жизни нашей, через трудности, через болезни, через еще какие-то переживания, через наших друзей, через людей, с которыми мы общаемся, мы можем услышать этот голос. И хотелось бы, чтобы этот голос был Иисуса Христа, который благословляет и приносит радость и успех в жизни. Я еще хочу прочитать одно место Священного Писания. Это короткая притча в Евангелии от Матфея, 13 главы, 47 стих и по 50. Еще подобно Царство Небесное, не к неводу, закинутому в море и захватившемуся рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и, севши, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Вот такая простая притча. Здесь вроде бы все понятно и просто, знаете, как в Телеграме. Но Господь говорит здесь очень важную мысль. Но прежде всего, что такое море? Море, как мы видим, это люди всех рас и поколений. И Библия нам говорит, что они честивые, как море взволнованные. Нечестивые, как море взволнованные. И в это море закинута сеть благовестия, благой вести. Вести об Иисусе Христе. И, образно говоря, невод или сеть можно назвать и церковью, куда попадает множество человеческих судьб. И этот невод, он охватывает весь мир благовестия Евангелия. И эта благая весть, она распространяется по всей земле. Но не все, попавшие в этот невод, будут в Царстве Божьем. Не все. Я помню, когда в 90-е годы, когда люди устали от безбожия, от атеизма, они, и была свобода евангелизации. Я помню, когда за только два или три дня билигрэмовской евангелизации в нашу церковь пришло около 150 человек. И этот невод захватил их сердца. Но, как я уже сказал, что не все, попавшие в эту сеть или невод, остаются в Царстве Божьем. Из 150 человек осталось только 30, которые остались в церкви. Остальные просто по каким-то причинам отошли. И некоторые приходили просто из-за выгоды, из-за помощи, и преследуя каких-то свои цели. Я бы хотел задать вопрос. Для чего приходим мы в церковь? Какими мотивами мы движемся? Что мы здесь делаем? Для чего мы приходим? Господь грядет и хотелось бы, чтобы мы с вами не просто приходили, не просто находились в этом неводе спасения, но чтобы мы достигли жизнь вечной. Знаете, очень сложно идти по жизни и не оступиться. но сегодня Господь вновь призывает нас бодрствовать и молиться, чтобы не впасть в искушение. И апостол Павел к Ефесянам говорит, итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавые. Аминь. Помолимся Господу. Аминь. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Кого мы поддерживаем, кому помогаем. Господи, благослови, чтобы и в этом прославилось Твое имя. Благослови это служение. Во имя Иисуса молимся Тебе. Аминь. Присаживайтесь, братья и сестры. Благослови это служение. 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 Мы не идолом бездушным, а Богу жизни и любви, что силы зла разрушил. Ликуй, земля, воскрес Христос, ликуйте, люди все, ведь с нами, Бог, не надо слез. Пусть смерть царит в душе. 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 Кто вернется к нам на землю, он как царит. Пусть смерть царит в душе. 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 Что вернется к нам на землю, он как царит. Что вернется к нам на землю, он как царит. Слава Богу! Пусть смерть царит в душе. 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 Слава Богу! Пусть смерть царит в душе. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Да? Слава Богу! Сейчас мы будем петь все вместе и во время общего пения у нас будет материальное служение в благотворительный фонд. После этого будет служение хора. Я предлагаю, чтобы мы могли это общее пение спеть вставше. ПОЕТ ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот так люди празднуют сегодня воскресение Иисуса Христа И здесь в Америке, если возьмем вот это слово Истер, оно ничего не имеет общего с Пасхой, с воскресением Христа Потому что то, что празднует сегодня, это пришло к нам с Европы, когда-то люди там праздновали поклонение Богу весны, это Эстео, они стали и стали называть это Истер, и когда люди говорят Happy Easter, это оно практически ничего не имеет общего с Библейским, с Библейской Пасхой, которые сегодня мы празднуем воскресенье. Вы знаете, в разных странах люди по-разному празднуют, но всех соединяете одно, очень много, люди делают шествие, люди пытаются пройти вот этот путь, и кто-то стоит в стороне, кто-то вот в это шествие хотят тоже войти и как-то быть вот каким-то соучастником вот этого шествия. Интересно, вот в Испании они очень празднично там, настолько празднуют в Испании, в Италии, они ждут пока, вот Папа Римский, он выйдет и скажет им речь. И вот это их главное достижение, и вот это главное услышать, что Папа Римский скажет. Но что сегодня Библия говорит, в Греции интересно, когда в ночь перед воскресеньем, когда празднуют день воскресенья Иисуса Христа, то люди, они собираются все, кто на площадях, кто собирается возле домов, и вы знаете, и все ждут, когда в 12 часов, все пребывают в тишине, в 12 часов, когда священник, он провозгласит «Christos Annacy», это значит «Христос воскрес», и люди после этого начинают взрывать петарды, начинают прыгать, начинают радоваться, что здесь общего. Язычество настолько вошло вот в этот праздник, что порою вот эту главную цель, главный смысл вот этого праздника, они упускают, буквально на днях разговаривал, и наши братья в Москве, они планируют вообще так же присоединиться к православной церкви, и мы, говорит, собираемся, вечером мы соберемся, это будет в 9 часов вечера в субботу, и до 12 мы будем читать Слово Божье, мы будем читать и вспоминать, как Христос страдал, как Его повели на Голгофу, как Он был избиваем, как над Ним глумились, когда Он был распят, и когда Его сняли с креста, когда Его положили во гроб, и ровно в 12 часов мы вместе с православным миром, мы провозгласим Христос воскрес! Я также хотел бы вас сегодня поздравить вот с этим прекрасным, замечательным праздником нашей души Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Присаживайтесь! Вы знаете, воскресение Иисуса Христа, как мы сказали, люди, вот как и сегодня, так и тогда, были те, которые находились у креста, те, которые находились где-то в стороне, а те, которые были непосредственно вот участие принимали. Сегодня в мире насчитывается более около 2,5 миллиарда христиан, но из тех, тех, которые сегодня празднуют, есть христиане верующие, и есть христиане неверующие. Но как же это может быть? Почему? Почему сегодня вот такая есть те, которые, называя себя христианами, они не являются таковыми? И сегодня брат начал, и он уже читал, и он говорил в местах Священного Писания, вы знаете, мое сердце трепещет от того, что Бог любит вас. Бог сегодня хочет сказать вам и мне те же самые слова. Он сегодня посвятил это служение для того, чтобы укрепилась наша вера, для того, чтобы наша вера стала более сильной, чтобы мы уповали на Господа, чтобы мы любили Его и чтобы мы служили Ему. Когда Мария Магдалина, она побежала ко гробу и увидела, что Христа там нет, она расплакалась. Мы читаем это в Евангелии от Иоанна. Она побежала к Петру, к другим ученикам и говорит, его там нет, его украли, забрали нашего Спасителя. Они побежали туда. Но мы знаем, что Петр и Иоанн, они, Иоанн был немножко помоложе, поэтому он быстрее прибежал туда, но он побоялся войти туда. Мы видим о том, что когда Петр пришел, взглянул, увидел вот эти пелены, и потом Иоанн смотрит туда, и он увидел, Библия говорит нам, и что? И он уверовал. Они пошли и начали другим рассказывать. Мы находим в другой книге, в Священном Писании о том, что когда вот женщины пошли, рассказали, то мы видим о том, мы видим то, что они не поверили. Были те ученики, они не поверили. И вот когда сегодня брат читал, он говорил, он вспоминал о том, об одном ученике, который также не поверил. На восьмой день, а в первый день недели, когда они собрались, то Христос является им, и он говорит им прекрасные слова. Мир вам! Мы читаем здесь о том, что Христос говорит о том, а сказав это, дунул и говорит им, примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Но здесь был интересный момент. Вот этот ученик Фома, он не был там. Почему? Почему ученика Фомы не было вместе с ними? Мы видим о том, что апостол Фома, он был из галилейского города Понеды. Он был рыбаком, он был с Иисусом, и он видел чудеса, которые творил Иисус Христос, который совершал Иисус Христос. И если мы читаем в 14 главе, когда Христос обращается к ним и говорит, да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня, веруйте. И потом Он говорит, вы знаете путь. И куда я иду, и вы знаете путь. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете. И вот этот ученик Фома, он говорит, Господи, а мы не знаем. Мы не знаем, куда ты идешь. Мы не знаем пути этого. И Христос скажет вот эти прекрасные, замечательные слова, которые они понесутся по всему миру. Я есть им путь, истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Это был ученик, который, видя вот это все, но он оказался в таком положении, что он не поверил. И здесь он говорит такие слова. «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». Иоанна 20 глава, 25 стих. Смотрите, что же произошло в сердце Фомы. Фома был очень искренним. Фома не был тем человеком, который, ну, что-то скрывал. Фома не был тем человеком, который мог что-то утаить. И если другие ученики им сказали, кто-то из них увидел, и они еще не поверили, но мы не видим о том, что они не говорят о том, что мы не верим. Кто-то за них уже потом говорит, что они Фома. Он был искренним настолько, что он говорит, «Я пока этого не сделаю, я не поверю». И проходит вот эти 8 дней. Проходит 8 дней. Я не знаю состояние ученика, я не знаю состояние Фомы, я не знаю, где он был, я не знаю, что он делал, но мы видим о том, что через 8 дней после воскресения Иисуса Христа Фома находится вместе с учениками. Он находился там, и Христос, мы видим, приходит. После 8 дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними, пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди них и сказал, «Мир вам!» Потом говорит Фоме, «Подай перст твой сюда, и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь не верующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ, «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему, «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженны невидевшие и уверовавшие». Сердце Фомы, когда он встретился, когда вот это произошла встреча со Христом, когда Христос, войдя вот в этот дом, когда двери были заперты, сердце их было заперто, мы видим первый раз, когда Христос пришел, апостолы, они обрадовались. Они обрадовались, что Христос воскрес. Но мы видим, через 8, проходит 8 дней, и страх сопровождает их. Что же происходит? Почему? Почему у них нет веры? Они закрыли двери. Дом, в котором они находились, он был запертый. Я думаю, сердце их тоже было заперто. Сердце Фомы тоже было заперто. И они рассуждали. Я думаю, они продолжали рассуждать о том, что произошло. Была встреча учеников по дороге в Имаус, была встреча с другими, но Христос второй раз вот здесь является, и он обращается к этому ученику и говорит ему, подай, перст твой, вложи в раны мои. На что апостол Фома отвечает ему, Господь мой и Бог мой. Мы видим о том, что жизнь Фомы, она изменилась. Принятие Иисуса Христа своим Господином, своим Господом, Богом, оно изменило жизнь Фомы. Мы немножко коснемся еще дальше. Может быть, что произошло в сердце Фомы, но я хочу, что Христос, Он меняет здесь мировоззрение учеников относительно веры. Он говорит, не тот, кто будет исполнять заповеди. Он говорит о том, что этими словами, Он говорит, не тот, кто будет как поступать, может быть, как поступает фарисей из Саддукеи, как вы видели, но нет. Здесь мировоззрение относительно веры меняется. Он говорит о том, чтобы достичь Царства Божия, чтобы быть с Богом, чтобы быть там, где находится Царь Царей, Господь Господствующих, нужна вера Твоя. Нужна личная вера Твоя. И здесь была встреча Бога с Фомою, Фомы с Богом. Здесь по-настоящему произошло изменение сердца Фомы. Он признал Иисуса Христа Господином своей жизни. Еще раз, Господь, мы сегодня слышали об этом, он явится ученикам, и мы видим, что Фома будет свидетелем силы Слова Христа. И уже ничто не остановит его от служения посвящения, от служения преданности Иисусу Христу, распространения Евангелия, распространения благой вести. Мы знаем о том, история говорит, о том, что апостол Фома после вот этих всех событий прошло немного времени, и он отправился, и он благовествовал. Он проповедовал Слово Божие, он проповедовал веру в Иисуса Христа и спасительную, искупительную жертву Иисуса Христа. Он дошел до самой Индии, он имел даже вход к королю, об этом и говорит история, но пройдет время, и Иоанн Златоуст, он напишет о том, что Фома, он был мужественно, ревностным и неутомимым апостолом, и виден то, что Фома, он был замучен, он претерпел пытки и был пронзен пятью копьями. Вот так закончил жизнь вот этот апостол, которого в простонародье сегодня, если кто-то не верит, как называют? Неверующий Фома. Но был момент, была встреча с Богом, которая изменила его сердце. Как же Фома стал верующим? Мы видим то, что евреи, они, если кто-то называл себя Богом, то они считали это богохульством. Фома, на первый взгляд, он ничего особенного и, как казалось бы, не произошло. Когда он ответил Иисусу Христу, мы видим, что ничего особенного он не сказал. И некоторые сегодня пытаются именно объяснить, что Фома сказал «Господь», это имя, обращаясь к Иисусу и Бог обращаясь к Богу. Но мы видим, что Фома был еврей, а евреи в такой ситуации они говорят такие слова «Господи, Божий мой», что на иврите звучит «Адонай Элохейм». Фома же сказал «Господь мой и Бог мой». Смотрите, братья и сестры, на иврите это звучит «Адонай пе-лохай», или на иврите оно не будет звучать как «Элохим», «Шеле», а только как «Элохай». Они произносят именно вот так в произношении. И вот здесь обращаясь к Иисусу, вот этот ученик, который буквально недавно не верил, он говорит ему «Господь мой и Бог мой». Это значит, что он называет Иисуса Христа своим Господином. Он называет Иисуса Христа своим Богом, властителем его жизни души. И от того, от которого ничего не скрыто, тот, который проникает до разделения словом своим, до разделения души и духа, составов и мозгов. И он судит помышления и намерения сердечные. И в тот момент ученик Иисуса Христа, я думаю, понимал, что его тело, оно было неподверженным материализму. он прошел, он вошел в дом, и мы видим в том, что каменное сердце, оно растаяло, сквозь стены он прошел. Фома в тот момент ощутил присутствие силы воскресения, силы крови Христа. Он понял о том, что Господь, глядя на него, он знает его жизнь, он знает его мысли, он знает движение его мыслей, он знает, когда он встает и когда ложится, и он признает его своим Господином. Обман он знает, где правда он тоже знает. Я хотел бы сегодня задать вопрос каждому из нас, а как в нашей жизни, как мы поступаем, находясь в среде верующих христиан, ходя на собрания, может быть, совершая какое-то служение, а в сердце моем, может быть, где-то там и нету этой веры, как это было с Фомой, моя жизнь, мои дела, моя посвященность Богу, моя посвященность Его делу, дело служения, могут ли они быть свидетелем того, что сегодня я являюсь верующим, о том, которым Христос сказал, будь верующим, а неверующим, как это значит, что это значит, быть верующим, мы находим уже на страницах Священного Писания, пройдет время, и апостол Павел и другие, они напишут, они напишут характеристику христианину, верующему верующему христианину, и мы читаем о том, что те, которые приняли Христа в свое сердце, те, которые приняли верую искупительную жертву Иисуса Христа, которые пошли за Ним, которые посвятили жизнь свою Ему, те, которые не были где-то вдали, те, которые не стояли где-то, может быть, у креста, а как Слово Божие говорит нам о том, что распяли ветхого человека, сораспявшись со Христом, распяли плод свою со страстями и похотями, приняли Христа в свое сердце, чтобы ходить в обновленной жизни, чтобы служить Ему, преображаясь в образ Иисуса Христа. А что же неверующие христиане, что же их ждет, друзья, я хочу, их ждет разочарование. Они были у креста, они были и были свидетелями, они были свидетелями тому, что Бог стучался в их сердце, они были свидетелями тому, что проповедовалось Слово Божье, что Бог призывал их к покаянию, что Бог призывал их к обновленной жизни, но они остались где-то в стороне, они знали о Боге, но они не знали Бога, и вот этот грех неверия, он не даст им войти в Царствие Божье. Сегодня Бог стучится в чье-то сердце, сегодня Бог говорит о том, чтобы были верующими. Будет встреча с Богом, и она придет для каждого из нас. Мне вспоминается случай, сегодня я утром рано проснулся, я рассуждал, я молился, молился за тех, за кого некому помолиться, чтобы вот эта встреча с Богом, каждого слушающего сегодня Слова, каждого присутствующего здесь, она произошла в их жизни, чтобы изменила как жизнь Фомы, который стал верным его свидетелем. Мне вспомнился случай, это было в Закарпатье, старшая сестра присматривала за своей маленькой сестренкой, которая болела раком, она болела лукемией, она постоянно находилась в ее кровати, и однажды это было в мартовскую ночь, это было уже поздно, и она обращается к своей сестре и говорит, Надя, ты видишь свет? Она говорит, нет, я не вижу. Она опять к ней обращается и говорит, Надя, ты видишь свет? она говорит, нет, я не вижу. Буквально прошло несколько минут, и эта маленькая сестренка, она ушла в вечность. Старшая сестра рассказывает, она говорит, я тоже хочу так уйти, я тоже хочу так встретить Бога. Она посвятила свою жизнь миссионерскому служению, и сегодня она трудится в Москве, Московской области, работая с онкологическими больными. Она проповедует им, она говорит о Господе, о Спасителе, воскресшем Иисусе Христе, чтобы у людей была встреча, встреча, чтобы они видели вот этот свет, когда они будут уходить с этой земли. Ответом Фомы был Господь мой и Бог мой. А каждый присутствующий, находящийся здесь, или слушающий сегодня слова, у вас была вот эта встреча с Богом, когда вы могли сказать, отдавая свое сердце Христу, Господь мой и Бог мой. Сегодня Христос, Он протягивает свои пронзенные руки, обращаясь к нам, Он говорит тебе и мне и каждому из нас, есть сила в моей крови изменить твою жизнь, есть сила в моей крови наполнить твою жизнь радостью, воскресением и торжества, победы над силами зла, над смертью и адом. Братья и сестры, идя за Господом, я думаю, что каждый из нас, мы согласимся, что в нашей жизни встречаются такие моменты, когда, может быть, мы не видим света впереди, когда нам тяжело, когда наш дух унывает, когда нам настолько тяжело и кажется, что нас никто не понимает, мы не видим Господа, у нас иссякает вера, у нас хотелось бы верить, но мы не можем верить. Сегодня Господь обращается тем, кто уже приняли, кто идет уже за Господом, и если, может быть, вы проходите долиной тени смертной, Христос говорит, только веруй, будь верующим, есть сила в моей крови. Мы знаем, что идет духовная война, враг душ человеческих, он хочет разбить вашу и мою веру, и он старается это делать каждый день, и если мы сегодня уснем, если мы не будем бодрствовать, то может произойти беда, и мы станем тем, о котором Христос сказал, неверующие, неверующими христианами, мы будем, может быть, совершать служение, и мы можем привыкнуть к тому, что мы это делаем просто так, дело Божье без Бога, без Иисуса Христа, он говорит, будь верующим, есть сила в моей крови поднять тебя, есть сила воскресения, которая может возродить тебя, которая может обновить твой усталый дух, когда дух наш унывает, и может быть нет радости, то Господь говорит нам, только веруй, есть сила, сила воскресения, которая приводит в движение неба, когда люди встречаются с Богом, она обновит тебя, она поддержит тебя, она вдохновит тебя на служение, если нет сегодня вот этой радости, радости воскресения, если нет радости от приветствия о том, что Христос воскрес, Он говорит, только веруй, вложи перст твой в раны мои, и ты увидишь, и ты поверишь, что Я есть Тот, Который имею ключи ада и смерти. Может сегодня слушают или находятся здесь те, которые никогда не имели вот этой встречи, я хотел бы обратиться к вам, которые не поверили в искупительную жертву Иисуса Христа, которые не пережили вот этой радости воскресения, может вы метаетесь по жизни, и вы устали, может вас не понимают родители, другие люди вас не понимают, или грех настолько одолевает вас, что вам даже и не хочется видеть верующих людей, вам не хочется приходить в собрание, или вы может сюда пришли только потому, чтобы сделать кому-то одолжение, сегодня Господь показывает и вам раны свои, и Он говорит, только веруй, только веруй, Иисус Христос, Он говорит, придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас, возьмите иго Моя на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, Он говорит, Я был мертв и все жив, имея ключи ада и смерти, и Господь, Он желает обновить ваше сердце, Он желает наполнить радостью ваше сердце, как хотелось бы, друзья, чтобы вот праздное заключение, я хотел бы сказать, что праздное вот это, вот этот праздник воскресения Иисуса Христа, если в нашем сердце вот есть сомнения, если в нашем сердце есть уныние, если в нашем сердце есть тревога, не мириться с этим, прийти к Господу, отдать это Господу и не мириться с этим, чтобы мы имели общение с Богом, чтобы мы имели общение с воскресшим Христом, чтобы мы служили Ему с радостью, чтобы мы служили Ему ревностно, чтобы мы были мужественны, чтобы мы были тверды, чтобы мы совершали, могли совершать то дело, которое Он нам поручил. Господь явился когда-то ученику Своему. Сегодня мы можем взять урок для себя. Будь верующим, только веруй. Наш Иисус Христос, Он есть воскресение и жизнь. И Он говорит, верующий в Меня, если и умрет, Он оживет. Давайте прославим Его в наших молитвах. Аминь. Помолимся. Продолжение следует. 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 И также из Германии город Осткафен, я так думаю, так произносится, и город Ферсмальт. И из Осткафен написали следующую записку. Много людей в Германии смотрят наше служение, очень нравится им, считают себя почти нашими членами церкви. Да, это в ободрение тем, кто снимает, делает вот эту работу. Слава Богу, что есть такая возможность. Может быть, есть еще приветы к нашей церкви? Пожалуйста. Эстония, Спрингфилд, Массачусетс. Пожалуйста. Волгоград и Белоруссия. И сестра. Луганская область, город Брянка. Сестра Надежда лично передает привет, благодарность за молитвы. Прошла операция, хотя восстановление нелегкое, очень болезненное. Будем продолжать молиться за нее. Пурис Авель. Многие молились за него. Побыл на собрании вечернем. В воскресенье позапрошлое пришел домой. И серьезная проблема с сердцем, за которой последовала операция. И вот он благодарит, что мы молились, и ему намного лучше. Слава Богу. За все переданные приветы. Извиняюсь. Церковь благодать. Принимаем привет. Все. Все сказали, кто хотел. Мы благодарим сердечно за все переданные приветы. И просим, братья и сестры, если кто-то будет куда-то ехать, писать, звонить, передавайте сердечный христианский привет от Портландской славянской баптистской церкви «Слово жизни». Некоторые объявления. Сегодня вечером в пять часов у нас будет второе служение. Всех сердечно приглашаем, потому что у нас утром густо, а вечером, к сожалению, иногда не пусто, но пустовато. Поэтому, пожалуйста, приходите. Приходите, и сегодня вечером у нас участвуют дети в служении, будет участвовать детский хор. На неделе все служения у нас без изменений. И завтра, в понедельник, будет разбор и русская школа. И в следующее воскресенье на утреннем собрании мы ожидаем гостей. Гостей из Пакена, с церкви, которая называется «На горе». Вот они спустятся с горы к нам и будут участвовать в служении. Приезжает хор с церкви «На горе». Поэтому, пожалуйста, братья и сестры, вот, ну, просто хочу, чтобы вы об этом знали. И в размещении у них люди в основном не нуждаются. Ну, вот вы знаете, даже неудобно это объявление делать. Ну, возможно, 5-7 человек тех, кто будет нуждаться в размещении. Их не нужно не встречать здесь, забирать отсюда. Если кто-то расположен принять у себя гостей на одну ночь, вы, пожалуйста, подойдите ко мне, просто дадите ваш адрес, и я передам его лично этим 5 людям, и они сразу вот приедут к вам. Дам ваш телефон, чтобы они могли с вами связаться. Кто расположен принять у себя гостей? Ну, вот на 5 человек нам нужно найти ночлег. Подойдите. Важное объявление. 4-5 мая. 4-5 мая. Я думаю, что сейчас вот высветят братья. Будет конференция для наших сестер. Девиз конференции – мудрость христианки. И проходить это общение будет в городе Лейквуд. Два часа езды от Портланда. Сестры радеют, готовятся к этой конференции. Приглашены интересные сестры, кто будет участвовать. Значит, на выходах будет объявление повешено. Поэтому, пожалуйста, сестры, постарайтесь эту конференцию посетить. У нас много общений, но когда много – это хорошо. Есть возможность выбирать, и много пользы можно для себя получить. Поэтому вот 4-5 мая конференция сестер – мудрость христианки. Спасибо, братья. И еще одно важное объявление – наперед. Значит, вы помните, что 13 мая – это воскресенье, это День Матери. Вот 13 мая у нас будет особое собрание. Это воскресенье, но у нас будет только одно собрание. И это собрание будет не в нашем Доме молитвы. Братья и сестры, внимательно. Мы еще будем более подробно все объявлять. Это собрание произойдет в конвеншен-центре, совсем недалеко отсюда. Буквально один экзит, ну, может быть, 5-6 минут езды. И во всех церквах нашего региона отменяются собрания в этот день. Мы хотим собраться все вместе, готовится грандиозный хор. Готовится оркестр. К нам приедет гость такой, Франц Гергардович Тисин. Кроме него будет участвовать в служении Андрей Павлович Чумакин проповедью. И мы хотим иметь одно общее региональное наше собрание. То есть в церкви нашего региона от Сейлома до Ванкувера мы все вместе хотим собраться в конвеншен-центре. Служение будет одно с 11 часов дня. И оно, наверное, продлится около 3 часов. Поэтому, братья и сестры, это 13 мая. Поэтому, пожалуйста, будем готовиться и будем рассчитывать. Я буду напоминать об этом, мы еще будем объявлять. Но я думаю, что будет очень интересно. И мы молимся Господу. И я верю, что будет очень благословенное собрание. Харистам что-то непонятно? Такой гул стоит. Да, пожалуйста. Я думаю, что это они в переживании, потому что они тоже будут участвовать в этом собрании. После собрания большая просьба, чтобы музыканты струнной группы могли ко мне подойти. И благодарности и просьбы. Будем благодарить за сестру Надежду Ткачеву. Будем благодарить за брата Пинчук Геннадий. Им сделали операцию, все хорошо, они идут на поправку. И, братья и сестры, Рудницкий Сергей. Он не член нашей церкви, но мы молились за него неоднократно. Ему тоже сделали операцию. Сейчас у него состояние достаточно хорошее. Он вернулся к работе. Но большая просьба, чтобы можно было за него продолжать молиться. Потому что он, как сказала мама его мне сегодня, остается в группе риска. Что болезнь может вернуться. Поэтому, пожалуйста, молитесь за Сергея Рудницкого. Кроме этого, Людмила Бобровникова благодарит. Она поправилась, мы за нее молились. Мы очень рады видеть Петю Самойленко в собрании. Слава Богу! Господь тоже послал ему выздоровление. Пожалуйста, тоже продолжайте за него молиться. Нина Федоровна Гиденко благодарит за выздоровление. У нее была операция на глаза, насколько я понимаю. Авель, уже папа сказал за него. И Клименко Галина, мы тоже молились за нее. Слава Богу! Господь дает улучшение физического состояния. И у Эдика Панченко день рождения. Мы поздравляем брата. Вот он освещает хор своим присутствием. Просьбы. Просят помолиться за Руснак, Сергея и Надежду. Пожилые люди, очень тяжелые у них, конечно, физическое состояние. Мы помолимся. Просят помолиться за предстоящее интервью. И за предстоящую операцию. Просит помолиться Алла Васильевна Черкасова. Вот такие у нас благодарности и просьбы. Встанем для молитвы. Господи Божий, любящий, прими сердечную благодарность, что мы могли побыть в этом собрании. Благодарность Тебе за все пения и стихотворения, за слово Твое, которое звучало. Господи, благодарность Тебе за то, что мы можем молиться к Тебе. Иисус Христос, помоги, чтобы мы любили церковь, чтобы мы любили служение. Помоги, чтобы у нас всегда было желание быть в общении с народом Твоим. И я очень прошу Тебя, благослови, чтобы то, что мы слышим, мы могли бы исполнять на практике. Господи, Ты видишь многочисленные записки, которые передали с благодарностями. Мы присоединяемся к этим благодарностям. Господи, слава Тебе, что Ты слышишь наши молитвы и отвечаешь на них. Благодарим за всех, кто идет на поправку после серьезных болезней. Слава Тебе. Мы благодарим Тебя за брата Эдика, что Ты продлил дни жизни его. Благослови Ты его на Новый год этой жизни его. И вместе с этим мы от сердца молим и просим, благослови Сергея и Надежду Руснак. Ты видишь, как тяжело они болеют. Господи, будь к ним близок. От сердца молим и просим Тебя за Аллу Васильевну, которой тоже предстоит операция. Устрой все, управь руками врачей и помоги, чтобы эта операция прошла очень хорошо и чтобы у нее наступило полное выздоровление. Мы от сердца молим и просим Тебя за предстоящее интервью. Ты знаешь, у кого оно будет, благослови, чтобы они могли это интервью очень хорошо пройти. Иисус Христос, сейчас распусти нас с Твоим Божественным миром. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа, да пребудут со всеми нами. Аминь. С миром Божьим!